У каждого ребёнка есть подарок, о котором он больше всего мечтает на Рождество. Эта история про мою мечту. Подставки для книг? На них бейсбольные мячики. Вижу. Не это, конечно. Нинтендо. Лабиринт из проводов и электронный интеллект такого уровня, что её называли не видеоигрой, а восьмибитной системой развлечений. Никакого Нинтендо в моём доме. Присоединяюсь. Кажется, Нинтендо под запретом. Я ждал рождественского чуда. На дворе 87-й год или 88-й. Суперкубок был... Пап, разве это важно? Да нет. На дворе конец 80-х. Мне 11 лет. Ты был в шлеме? Конечно. В 80-х все были в шлемах. Мы с друзьями были готовы на всё, чтобы просто сыграть. Эй, толпа, хотите поиграть? Да! А что у вас есть? Золотая рыбка! Я плачу наличными! Одно было ясно. Я должен заполучить приставку. Это больше, чем Рождество. Это наш Вьетнам. Мне кажется, ты не понимаешь, о чём говоришь. Без понятия, что это значит. Мы вляпаемся в неприятности. Иногда, в Рождество, когда кажется, что надежды уже нет, случается чудо. Всё смели за 20 минут. Ужасно. Одна женщина даже ударила бабушку. Возможно, свою. Ты всё придумываешь? Нет, ни в коем случае. Вы слышали? Будет конкурс продаж. Главный приз — новенькая приставка Нинтендо! Всё, ты троп! Подожди-ка. Тик-тик-тик-тик. Нет никаких правил. Нинтендо будет моей. Чего тебе? Хотите купить венок? Ма! Он думает, что твой венок — отстой! Видеоигры очень странно влияют на детей. Что? Это восьмидесятые. Было жёстко. Красный пёс — это синяя птица. Радуга-1, приём. А как же пёс? Сменил позывной. Самое время их менять. Его крутейшество — тысячелетний сокол. Мне нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова